Очень интересный материал, очень парадоксальный. С одной стороны, прекрасный художник. Мне нравится, он пишет искренне, честно и лениво, что очень важно. Не быть назойливо, педантично подробным. Он лаконичен. Он лаконичен даже больше, чем Рембрандт. Несколько мазков и у Рембрандта форма сделана. Несколько мазков это уже или брошка, или это шелк. То же самое Веласкес. Это прекрасный художник, но беда, что он стал придворным художником. Если бы он писал сам по себе, дома уединившись, он бы написал множество шедевров, и, наверное, они есть. Но мне попались галереи его портретов, написанных в качестве его придворной деятельности. Следствие его придворной деятельности. Я написал эссе «Боже, горе быть придворным художником, и горе иметь этого придворного и королю». Бедный Веласкес. Вот прекрасная картина у него с интерьером. Здесь множество персонажей, неожиданная композиция. Мы смотрим, как будто в окно жизни, и видим огромный холст, за которым стоит сам художник, рисует. Но главное, что он думает, что делает. Он глядит на жизнь, и тут же показывает на эту жизнь. Он стоит с краю, с левого, а посередине персонажи, которые живут своей жизнью. Девочки разговаривают. Дама внимает, наблюдает, вспоминает свое детство. Толкует о чем-то служанки. Собака задумывалась о жизни вообще. И о придворной в частности. И, по-моему, сам король находится в отдалении, в маленьком проеме двери, собираясь покинуть эту сцену, где жизнь кипит. И одновременно отражается в искусстве великого художника. Он смотрит как бы на Веласкеса и на свою семью со стороны. Но все его портреты придворные, они просто ужасны. Почему? Потому что он пишет хорошо и реалистично, но люди, зная, что он напишет реалистично, они унывают от этого реализма, потому что, если они не в том состоянии души окажутся в момент позирования, то, значит, будет это нечто не то и изображено. Ну, и вот это переживание как раз и написано на его портретах. И почему? В чем причина? Он не владеет как Рембрандт или как Гоя мастерством разговорить с собеседниками. Разговорить, и в процессе беседы раскрывается человек, особенно если это интересная тема для этого человека. Он раскрывается, и мы видим жизнь в ее большой глубине. И потому так прекрасные портреты Гои и Лири Рембрандта. Кроме того, он взялся писать картину аллегорическую императора, как бы обобщающего деятельность. И получилось что-то жуткое. Какой-то бессмысленный аллегорический портрет короля Филиппа. Бедный король. Ну, что это за бессмысленное верчение в воздухе? Дам с голыми грудями. Ну, что же, они только что вышли из каких-то спален, где отдавались каким-то мужчинам. Но поскольку в центре изображен король, невольно думаешь, что они отдавались королю. И эта вот бессмысленность композиции не напоминает бессмысленные композиции Микеланджоа на подсалке в Риме. И дети еще каким-то вихрем поднялись в эти облака, где летают эти дамы. Там же еще земной шар изображен, где одной рукой дамы ставят крест, как бы усиление христианства, вдруг в руке держит венок, как бы награждай венком его за победы. Ну, что же, я написал, что, глядя на эту картину, можно предположить, что это аллегория его беспутствия. Именно голые грудь к этому подталкивает, что он не давал проходу придворным дамам. Но они же пытались его отвлечь от самих себя, от посягательства на свою любовь к другим мужчинам, отвлекали его военными походами. Но бедные вынуждены были ему рожать, не останавливаясь детей. Но это дело, дескать, святое, поэтому дети с крылышками, как ангелы, да еще и подпирают земной шар, который он пытается или захватить, или сделать весь христианским. Я почитал Википедию. Но ничего подобного о его деятельности не нашел. Он вел вполне благопристойный образ жизни. И не захватывал, а наоборот терял какие-то части своей империи. Кроме того, на портретах все персонажи его похожи на башни, которые щетинились бойницами и лучниками с натянутыми стрелами. Они как бы в угрозе, какой-то опасности себя чувствуют. И вот это ощущение придает мученическое выражение всем лицам. И королю, и всем другим придворным. И даже девочка, инфанте, причем в предыдущий портрет ее был три года назад вполне живым, но спустя вот несколько коротких лет она повзрослела и уже в панике позирует живописца. Да, и сразу подурнела. Они все выглядят дурно. Предвкушаю, что получится неудача. Единственное, что художнику не удалось смутить королеву. И изображение Изабеллы Бурбонской почти удалось. Ну, почему почти? Она владела собой и стала с автором картины, изображая некоторые послания потомкам. Почему почти? Потому что все персонажи в жизни были более содержательными. Король любил живопись, не любил политику, все поручил мудрому человеку заниматься. Мудрый человек как раз нашел и прекрасного живописца, который приблизился к королю совершенно, казалось бы, хорошо. Но художнику надо уметь разговорить эти персонажи, чтобы показать что-то интересное внутри человека. Только тогда это будет полнокровное изображение действительности. Ну вот, бедно придворный художник и бедный король, который имеет придворного художника. Мудрый художник. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ